Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня поиграем в игру, которая называется Звездные истории сквозь горизонт. Век покорения и исследования космоса подходит к концу. Сектор Нали, последний неразведанный отрезок галактики, лежит сокрытый в кольце темной неболы. Вы, Ван Клик, исследователь космоархеологического общества. Вы послан на миссию по обнаружению древнего экспоната. Ваш исследовательский корабль совершает гиперпрыжок в неизвестность. Нажмите для продолжения. Ну что ж, друзья мои, давайте нажмем и будем играть в эту игру, разбираться в ней и смотреть, что она из себя представляет. Так, мы значит летим, я смотрю, в космосе на своем космическом корабле. И, видимо, уже сделали гиперпрыжок или собираемся еще сделать. В общем, сейчас мы это узнаем. Добрый день, командир. О, добрый день, синее голографическое лицо. Должно быть, до сих пор сказываются последствия гиперпрыжка. Не волнуйтесь, до прибытия на горизонт осталось еще достаточно времени. Вы успеете восстановиться. Хм, горизонт? Напомню вам, командир, то, что нам назначена была миссия Межгалактическим Космоархеологическим Советом. Так, ребята, надо узнать, что за миссия. Нам нужно найти древние информационные хранилища поколений. Это база данных, которая хранила все знания человечества на кораблях поколений. Один из таких разбился на планете в этой системе. Тем временем я проведу небольшую калибровку. Мне нужно убедиться, что вы понимаете, что происходит. Если у вас есть какие-то вопросы, командир, сейчас самое время их задать. Ну-ка, давай-ка. Я В3Р Дана, искусственный интеллект модели Икар, под версия 8.4.9. Я являюсь вашим персональным ассистентом уже на протяжении 26 человеческих лет. В данный момент я собираюсь провести небольшую калибровку, но если у вас есть вопросы, задавайте их, командир. Я В3Р Дана, и на время этого путешествия я подготовил для вас персональную версию эмпирического головного оператора личности, сокращенно ЭГО. ЭГО-пассивная способность позволяет сканировать ответы, определяя их последствия. Последняя версия ЭГО позволяет анализировать ситуацию, в которой вы оказываетесь на предмет возможных последствий. Вы можете увидеть, как разные варианты ответа скажутся на развитие вашей личности и способностей. Вот так вот, ребята. Что-то я не вижу никаких изменений. Это потому, что сейчас вам не было предоставлено никакого выбора. ЭГО сам анализирует любую ситуацию и подсказывает возможные варианты развития. Сейчас я задам вопрос, как вы предпочитаете решать проблему, командир? Цель оправдывает средство как можно быстрее и эффективнее. Умом и креативностью все можно разрешить, пораскинув мозгами. Кооперация с сотрудничеством и взаимопомощью. Добрый человек всегда найдет поддержку. Давайте, наверное, с вами возьмем... Первое. Цель оправдывает средство. Думаю, вы поняли, о чем я, командир. Должна отметить, что не все выборы ведут к явным последствиям, как и не все вопросы имеют очевидные ответы. Например, два человека просят на помощь. Так, ну давайте решим ситуацию, чтобы помочь обоим. Почему бы и нет? Я думаю, это самый альтернативный ответ будет. Пока вы пытались им помочь, они поубивали друг друга. ЭГО не способно просчитывать некоторые последствия или предугадывать на несколько ходов вперед. Но хорошо понимает, когда возникают такие специфические выборы. Обращайте внимание на такие ситуации. От них зависит ваша судьба. Угу. Вот так вот. Хорошо, я понял. Часть нулевая. Ворота горизонта. Даже так. Не первая, а нулевая. Проверка бортового реестра событий. Ознакомиться с полным логом событий и отфильтровать по важным событиям. Давайте отфильтруем. Фильтр по красным меткам. 342 день. Командир во время проверки шлюза прищемил себе костюм. И... 400 день. Командир победил тренировочного бота. Наконец-то! Посмотреть записи боя. Ага. Ну что ж, давайте ударим его, наверное. Кулаки. Не особо эффективный, но самый доступный метод у нас. Так, отлично. Ага, он значит стреляет в меня. Ну тогда давай еще оплевуху получи, браток. Фу, ты какой-то ватный оказался. Ну что ж, отдохни тут маленько, а мы пойдем дальше продолжать свое путешествие. Малый бластер. Малый бластер УКС-Н7. Распространенный в галактиках модификация обычного бластера. Наносит приличный урон, но достаточно быстро перегревается при интенсивной стрельбе. Ха-ха-ха. Сейчас я покажу этому тренировочному боту. Повышай сложность. Осторожно, командир. У следующего врага повышенная прочность. Да, мне плевать, ребят. На самом деле у меня есть бластер, которым я его победил с первого выстрела. Сосунок. Вот что я вам скажу. Победа. Продолжаем путешествие. Что-то легко как-то. Давай самого жесткого, потребовал ты. Вернадо предупредил. Осторожно, командир. Следующий тренировочный бот наносит периодический урон огнем. Воспользуйтесь переносным генератором щита. И, конечно, мы его берем с собой. Окружает владельца щитом. Который нам понижает урон. Понятно. Берем, конечно же. Отлично, командир. Не забудьте воспользоваться модулем щита прямо сейчас. Он поможет вам уменьшить входящий урон. Вы готовы вступить в бой? А как ты думаешь? Хе-хе. Так, где этот персональный модуль щита? Опа-на, я в ауре. А вот фиг тебе. Получи-ка. Черт подери, этот посильнее будет мражина. Вот так вот. Но все равно салабон. Так, и наша победа. Хотите, чтобы я залечила ваши раны? А как ты думаешь? Давай, почему бы и нет? Вау. Так, это у нас была якобы тренировка, я так понимаю. Командир, у нас произошел небольшой сбой в навигационной системе. Необходимо ваше вмешательство. Хотите освежить в памяти устройство навигационной системы? Так, давай-ка, наверное, вот это возьмем. Навигационная система состоит из тех ячейки. Гауссового, мегаскопа и научного модуля. Для того, чтобы подчинить навигационную систему, вам нужно воспользоваться органайзером действий. С помощью него вы сможете распланировать починку навигационной системы. Но учтите, от вас требуется выбор правильного пути. Так, ну что ж, давайте, наверное, я понял. Давай сюда этот органайзер действия. Так, командир, нужно подчинить навигационную систему. В противном случае мы не сможем продолжать свой путь. Две попытки. Должна быть основная управляющая. Так, хаквирус. Позволяет взламывать электронные замки системы. Оу. Так, давайте-ка еще разок. Ммм. Так, ну что же. Первая, наверное, будет у нас тех ячейка, она сказала, да? Потом, по-моему, гаусс. И... Подожди. Модуль, да, вроде бы так. Оу, есть. Неужели? Отлично, командир. Органайзер действий может пригодиться вам в разных случаях. За счет него в будущем вы сможете решать достаточно сложные задачи. Ок, я учту это. Полный вперед. Органайзер действий. Пассивная способность позволяет поэтапно решать задачи. Мы что-то с вами все набираем, набираем. Учимся, тренируемся, видимо, для дальнейших серьезных задач. Так что не будем унывать. Командир, к судну приближается неопознанный корабль. Ваши указания. И у нас два выбора. И я думаю, знаете что, надо отправить сигнал приветствия. Ответного сигнала, кроме непонятных помех, не поступило. А корабль продолжал двигаться в нашу сторону. Тогда бам-бим. Ба-бах. От неопознанного корабля полетели обломки. Кроме того, стало заметно, что корабль и так был сильно поврежден. Командир, нам бы пригодились любимые данные об этой системе и местных силах, заметила Вердана. Хорошо, я телепортируюсь на корабль и выясню, что это за корабль и кто его обитатели. Узнаю, может я смогу кого-нибудь еще спасти и разнести там в пух и прах. Давайте с вами выберем второе. Может быть, кого-нибудь спасем. Ого. Взять все. Коррозийная граната. Так. Уничтожает броню. А это что такое? Просто бомбы в дыму. И отмычки. Конечно, берем все. Отлично, командир. Хотите прослушать описание всего того оружия, что вы решили взять с собой? Я, конечно, не настаиваю, но чтобы вы там сами себя не прибили случайно, вы понимаете, я полагаю. Да, давай, не помешает. Нашла кого, следи за мастером. Да, давайте первое. Про какой из пленитов вы хотели бы услышать подробную справку? Устройство для тактического ведения боя. Одна такая бомба на некоторое время дезориентирует врага и позволит вам перегруппироваться или совершить несколько недействий в бою. Неплохо. Отмычкой даже глаз кому-то тяжело будет выклотить, так что забудьте про использование в качестве оружия. Зато в эти устройства встроена интеллектуальная система взлома замков. С ней вы сможете победить практически любой механический замок. Правда, только один раз. Потом придется искать замену. Хм, ладно. Так, я готов. Шш, командир. Что-то глушит мою передачу. Чу, и Вэрдана отключилась. Придется самому разобраться, в чем дело. Заброшенный корабль. Никого не видно. Впереди виднеются красные отсветы. Будто включен сигнал тревоги. Такое ощущение, что на этом корабле что-то случилось, и он просто дрейфует в космосе. Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами продолжим исследование. Да ну, его телепортируется назад на свой корабль и покинуть зону. Не хочу. Давайте вот это вот. Вау. Смотрите-ка, ребята, мы с вами уже на корабле. Ты вошел в небольшую комнату, посреди нее было развернутое защитное поле. Стены были покрыты панелями управления различных видов. Даже так. Поле защищало какое-то странное устройство, похоже на твою первую добычу. Старая консоль за сдерживающим полем, и за ней сидит сгорбленная фигура. Так, осторожно зайти сбоку. Когда ты осторожно обходил фигуру, то задел какой-то шнур и упал. Ой, послышался странный грохот в соседнем коридоре. Так. Блин, давайте вот эту вот интересную технологию. Хак-вирус позволяет взламывать электронные замки и системы. За вами пришли кто-то большой и очень злой. Визры запищали. Опасный враг, защищенный слоем брони. Рекомендовано корзиной оружия. Из-за того, что вы копались с технологией, враг наносит по вам первый удар. Сейчас я тебе покажу. Вот так вот я буду, ребята, отвечать. Я не собираюсь договариваться с ним. Ух ты, ничего себе. Ты смотри-ка, какой олух. Так, корзинную гранату там советовали нам, да? Так, отлично. Но он не успокоился. Так. Готов. Да, ребята, готов сосунок. И наша победа. Интересно, символ чего-нибудь будет? Ох ты. Корзинный фазер. Необычное инопланетное оружие, использующее в качестве зарядов опасные химические реагенты. При попадании на нас периодический корзинный урон. С завыванием защитное поле отключилось. Похоже на твою первую археологическую награду. Отлично. Неизвестный артефакт. Золотой диск с техническими портами для кобелей разных типов. Вердана, вероятно, смогла бы проанализировать его. Тогда берем, конечно же, и будем его потом изучать, я так полагаю. Так, а тут у нас что? Опа, контейнер. По краям у контейнера мигают странные красные лампочки. Похоже, тут есть ловушка. А мы ее деактивируем, как вирусом. Хотя можно проанализировать и взломать. Давайте, наверное, вот это сделаем. Контейнер, окруженный красными лампочками. Что-то цена есть внутри, но в случае ошибки она сработает. Ух ты, и что же нам делать? Хо-хо. Так, попробуем. И... Ну, ствол-то глупо. Дымовая шашка тоже как-то не айс сюда, не катит. Да... Так, и может быть теперь... Хак вирус? Черт подери! Так, последняя попытка, ребята. Давайте сделаем так, так. И отмычку. Есть! Ты абсолютно правильно определил тип ловушки, смог граба на ее обойти и догадаться, что замок на самом деле, контейнеры механические. Внутри было множество ячеек, до которых ты не добрался бы, поступив иначе. Забрать все! И вы только посмотрите, сколько мы набрали лутов. Универсальный переводчик. Используется в путешествии. Корзина и гранаты. И модуль щита МК-1. Что ж, я считаю, довольно неплохо, ребята. Мы не зря сюда сходили. Корабль оказался практически заброшен. За исключением одинокого робота-охранника. И я предлагаю пнуть его. Пнули на свою голову. Ну что ж, давайте тогда корзиную гранатку. Я думаю, она ему по вкусу подойдет. Так, он тут начинает своими клешнями махать. А как тебе вот так вот? Все, сосунок, ты должен вырубиться. Шикарно, ребят. Еще очередная победа за нами. И мы продолжаем путешествие. Забираем плюс Иридий. Ресурс для проведения исследований. Разрушенный робот отправился в прочий корабельный мусор. Похоже, что бот охранял нечто похожее на устройство телепортации. Твой персональный телепорт все еще не работает. Хм. В устройстве телепортации обнаружился порт особой формы. Очень похожий на артефакт. Это ключ для телепорта. Эврика, дикая идея промелькнула у тебя в голове. Как только ты подключил к телепорту артефакт, тот зажегся светом и ожил. Корабль слегка тряхануло. Спустя несколько минут ты смог настроить телепорт на свой корабль, забрал артефакт и запрыгнул в телепорт. Отправляемся на свой корабль. Вот оно как. Артефакт первое, про что ты захотел узнать у Верданы. Как только попал назад. Без понятия, командир. Ничего похожего нет в моих архивах. Я уверен, что это редкая находка, ответила она. Так, ну что ж, давайте, наверное, тогда поспим маленечко. Пока мы тут летим. А куда мы вообще летим, я пока даже и не знаю. Будем, наверное, так путешествовать с вами в космосе. Командир, кроме нашей основной миссии по поиску информационного хранилища поколений, вы хотите указать второстепенную? Спросила Вердана. Так, я хочу прославиться. Я хочу исследовать неизведанные, узнавать секреты. Я хочу познакомиться с интересными людьми и завести новых друзей. Нет, ребята, я знаете, что хочу. Я хочу... Не поверьте, прославиться. Да, надоели мне вот эти всякие, знаете, там, то, сё, пятое, десятое, а вот это другое дело. Командир отмечал важность персонального развития во время путешествия. Вердана зафиксировал подробности для своего научного отчета. Обнаружены поврежденные данные. Отсутствует запись о личности командира. Уточнить. Хм, простой опросник, командир. Какой из этих архетипов вам больше подходит, поинтересовался Вердана? Ох, тут сколько их. Мессия. Я знаменитый исследователь, давайте возьмём, наверное, с вами. По меткой указано, командир не любит заполнять анкеты, поэтому данные профиля пестрят гипертрофированными образами личностей, которые он всегда хотел соответствовать в глазах окружающих. Ну что ж, я, в принципе, не возражаю. Это короткий был опросник. Кого они из меня сделали? Оу, мы куда-то летим, ребят, смотрите, какая здоровая планета. Ты почти достиг планеты. Горизонт. Когда найденный ранее артефакт начал излучать странный тёмно-зелёный свет. Устремиться. Так, вызвать. Давайте устремимся к командному пункту. Командир, наш корабль проходит через очень мощный гравитационный поток. Нас утягивает ближе к планете. Артефакт был причиной? Так, я даже не знаю, что тут взять-то, ребят. Давайте, наверное, с вами приказать отправиться в сторону планеты. Это же моя миссия. Корабль притягивает к планете всё сильнее. Сенсоры вышли из строя. Корпус корабля угрожающе затрещал. Вердана подготовила походный многомерный рюкзак и некоторую экипировку. Укажи, что ты выбрал. Так, выбрал оружие, тут, значит, гаджеты и медикаменты. Нет, ребят, я возьму, наверное, оружие, защиту. Это в первую очередь. Я должен быть в состоянии вломить кому угодно. Походный многомерный рюкзак. Пассивная способность. Специальный рюкзак, который позволяет хранить вещи в 4, 5, 6 измерении, при этом игнорируя их объём и массу. Так, и вот тут мы получаем с вами взять всё. Ограниченное количество припасов в необходимой дозе инъекций для адаптации в новых климатических условиях. Оружие было важно для самообороны. Закрыть люк. Оу, ребята, а у нас корабль-то подбит. Вот оно в чём дело. Значит, чёрт подери. По мере того, как корабль приближался к планете, его сильно-сильно трясло. Двигатели вырубились, и сама реальность начала сгибаться, будто тебя смывало водоворот. Всё пошло не так. Система на максимуме пропищала вердана. Отцепить спасательную капсулу. Тут даже и думать нечего, ребят. Ты активировал отцепление спасательной капсулы и ухватился за свой стул. Турбулентность зашкаливала. Ты чуть не потерял сознание. Внезапно всё остановилось, и ты почувствовал лёгкий электрический импульс на своих пальцах. Это значит, у меня такая вот турбулентность. Кислород заканчивался в спасательной капсуле. Горизонт был прямо под тобой. Настало время принять решение. И каков был выбор? Несколько секунд назад пришло сообщение. Просьба о помощи с точными координатами. Это может быть ловушкой, или же кто-то действительно в опасности. С другой стороны, можно для начала разыскать свой разбитый корабль. Даже вот так вот. Ух, я даже не знаю. Так, по траектору поднимется у корабля. На нём остались устройства, которые могут следствовать в этой планете. Так, давайте мы, наверное, с вами последуем за сигналом СОС. Быть может, мы сможем найти кого-то, кто расскажет нам об этой планете. А корабль, я думаю, мы так и так с вами найдём. Ты врубил двигатель на полную мощность, сжигая остатки топлива. Спасательная капсула устремилась к поверхности в своем, пронизывая атмосферу. Оп. Это что такое тут у нас появилось? Точно. И потом память вернулась к тебе. Пустыня окружала тебя со всех сторон. Она была везде. Ты знаешь определение идеальной планеты? Это меня спрашивают, да? Амортизирующая жидкость не сработала. Парашюты раскрылись не полностью. Именно поэтому удароповерхность получился таким сильным. Выбросы... Так, давайте-ка проверим экипировку на работоспособность. Ты заметил, что боевой модуль был деактивирован внезапно. Так, а теперь можно выбираться. Злобная тварь, похожая на креветку, ползает в нескольких метрах от тебя. У неё огромная клыкастая пасть, а на морде располагается шесть зелёных глазищ. Прогнать мерзкое создание? Может ли оно быть безобидным? Может, оно просто хочет подружиться? Вот в этом я сомневаюсь, поэтому давайте выберем с вами первое. Прогнать мерзкое создание? Ты получил возможность выместить своё раздражение и воспользовался этим. Металлический элемент фюзеляжа влетел в животное. Креветка оценила приветствие громко, запищала, разъюнула пасть и с воплем бросилась в твою сторону. Так, что ж, будем, наверное, защищаться, ребята. Хотя... Хотя, подождите, меня так просто не возьмёшь. Ха-ха-ха. Так, слушайте, ну-ка, давайте-ка сшибанём-ка. Какой-то вялый урон у нас получился, и мы с вами... О, срочно лечиться надо. Нано-бинт. Так, плюс восемь хп, и теперь... Да чтоб тебя! Давайте гранату бросать. Игниционная, да? Урон по незащищённым целям. Ух ты, довольно прикольно. Она должна сгореть. Так и есть. Ну что же, вот это уже другой разговор. Продолжаем путешествие и получаем с вами какие-то камни. Наконец-то у тебя появится шанс передохнуть. Вердана утихла, видимо, что-то опять сбилось в голосовом модуляторе. Зато ты нашёл брошенные ресурсы. Конечно, подберём и будем продолжать путешествие. Так, забрали. Часть первая. Благи и намерения. Что там впереди? Мне самому интересно. Ух ты. Так, смотрите-ка, тут у нас запланировали, сделали знание сила, но вы понимаете. Тебе удалось включить Вердану. Она была несколько хмурой. Пфу. Я улавливаю сильное гравитационное поле в нескольких сотнях метров над землёй. Должила она. Но гравитация на поверхности выглядит нормальной. Так, это причина, по которой мы разбились? Наверное, скорее всего. Тесты мы не будем делать. Это гравитационное поле не позволит нам покинуть планету на обычном судне. Нужно разобраться, в чём дело, иначе мы тут застрянем надолго. Вердана продолжила. Сигнал СОС исходит от постройки неподалёку. Так, нам нужно проверить, что это такое. Судя по словам Верданы, ты плотно застрял на этой планете. Ты решил, что если последовать за этим сигналом, ты точно разузнаешь про местных обитателей, что приблизит к ответу на вопрос, как же, чёрт подери, выбраться отсюда. Ты осмотрелся и заметил кучу мусора. Некоторые детали могли бы пригодиться в будущем. Пока ты раскапывал кучу, то привлёг чьё-то внимание. И этот кто-то был недоволен. Ну что же, ребята, я вижу тут, как обычно, креветка, которая хочет получить гранату. Так и есть. Сдохла сразу же. И очередная наша победа. Ух ты. Чертёж. Энергетическая дубинка. Одноразовый. Чертёж, в котором содержится подробная схема создания энергетической дубинки. Так, значит, мы с вами можем здесь заниматься крафтом? Походу, дело так. Вообще, обожаю такие игры. Ладно, тогда забираем всё. ты увидел группу ботов-убийц впереди. Было похоже на то, что они болтали друг с другом. Социально подкованные боты-убийцы. Хм, Вердана была заинтригована. Ха-ха, я сам удивлён. Ну, а на этом, пожалуй, дорогие мои друзья, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом всё. Всем пока и до скорого.